Фестиваль Зубовских чтений Поразиться красоте и гармонии окружающего мира можно в каждом произведении автора. Настолько сильно ощущается его вдохновение. За верность родной земле мы называем его Есениным Видновского края. Евгения Зубова знает, помнит и любит в нашем краю. С каждым годом зубовские чтения становятся все более масштабными и растет число конкурсантов. Хотя по правилам принять участие может любой желающий, но строгий отбор начинается уже на раннем этапе. Главные слагаемые успеха, конечно, – любовь к поэзии, артистизм, эмоциональность, умение выступать перед публикой. Есть обязательные требования и к подбору произведения. Это должен быть поэт Подмосковья. И вот, например, в нашей школе, в Развилковской, я являюсь руководителем начальной школы по зубовским чтениям. У нас в каждом классе проходили вечера зубовских чтений. И от каждого класса выбирался победитель. Всего в Развилке 14 школьников стали конкурсантами фестиваля в возрастной группе от 7 до 11 лет. Ребята усиленно готовились, работали не только над речью, но и в целом продумывали образ, движение. И, несмотря на волнение, устроили яркий праздник поэзии. В фунцово-желтом блеске леса и перелески. Во время быстрого пути глаз невозможно отвести от зрелища такого. Девятилетняя Валерия Чудакова показала настоящую театральную сценку. Девочка уже опытная участница зубовских чтений. Она выступает второй год подряд, и в прошлый раз ей удалось выйти в полуфинал. Надо чувствовать стихотворение, как автор его описывает, и, как уже сказали, что он чувствует. И ты должен выразить свои эмоции. Ты сегодня справилась с такой задачей? Думаю, да. Порадовал публику и Ярослав Баклыгин. Мальчик неспроста надел военную форму, ведь его выбор. Полно стихотворение Марка Декабрева «Я был солдатом». Зуба у каждого своя. Пусть нелегка была моя. Я чувствую себя богатым. Другой и не хотел бы я. К зубовским чтениям школьник подошел ответственно, и подготовка заняла немало времени. Месяц где-то. Не совсем каждый день, но да, я тренировался там. Выходные, иногда вечером. Поддержать Ярослава пришел его, наверное, главный зритель – отец. Андрей Баклыгин с гордостью признается, что доволен выступлением сына. Я считаю, что он уже победил. Неважно, какое он место займет. Главное, что он участвует и старается, и добивается, и развивается как личность, как человек. И, конечно, оценивало выступление конкурсантов строгое, но справедливое жюри. Судьи обращали внимание буквально на все. Интонацию, четкость встречи, мимику, жесты, раскрытие внутреннего мира лирического героя. Уровень возрос, конечно, уровень. Во-первых, какое-то актерское мастерство появилось, небольшое такое. Но сценические какие-то образы у них. То есть они не только просто читают выразительно, они пытаются как-то представить себя, наверное, может быть, на месте автора и передать, может быть, те же чувства, которые передавал автор. Двух победителей этапа зубовских чтений в развилке жюри определило единодушно. А вот кандидатура третьего вызвала небольшую дискуссию. Имена всех, кто продолжит участие уже в финале конкурса, будут объявлены совсем скоро. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ.